С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Москве неоднократно заявляли о готовности применить ядерное оружие против Украины. Российские пропагандисты постоянно грозят ядерной бомбой европейским столицам и Вашингтону за поддержку Киева. Очередная порция ядерного шантажа призвана удержать союзников Киева от разрешения Украине на использование западного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам вглубь территории Федерации, считают эксперты. Украине существует прямая взаимосвязь между тем фактом, что правительство США и Великобритании рассматривают вопрос о том, разрешить ли Украине использовать американские и британские ракеты для атаки в глубине России. Здесь есть прямая связь, и Путин говорит, просто прекратите это прямо сейчас, прежде чем продолжать размышления по этому вопросу, потому что это будет иметь очень ужасные последствия. Такая риторика больше не пугает лидеров стран Запада после того, как Европарламент принял резолюцию с призывом предоставить Украине оружие и дать разрешение на его применение по военным целям на территории России, председатель Госдумы Володин заявил, что это, цитирую, «приведёт к мировой войне с применением ядерного оружия». На это премьер-министр Дания Мэтта Фредериксон в интервью «Тайм» отметила, что единственная красная линия, которую она видит в этой войне, уже была пересечена, когда Российская Федерация напала на Украину. Взвешенная реакция соответствовала растущей тенденции среди западных чиновников. Для многих из них Владимир Путин стал похож на мальчика, который слишком часто кричал о ядерном оружии, притупляя влияние своего собственного ядерного сдерживания и позволяя многим европейцам избавиться от страха перед ним. Из публикации журнала «Тайм». Очередные ядерные угрозы Кремля президент Европарламента Роберто Мэтцоло назвала типичной реакцией и конфронтацией. «То, как мы реагируем, является лакмусовой бумажкой нашего политического поколения. Теперь для меня и Европейского парламента ответ ясен. Мы будем. Мы должны поддерживать Украину и будем делать это столько, сколько потребуется. Теперь это не случай альтруизма. И это не игра на публику». Кремль активизировал ядерную риторику, чтобы шантажом воздействовать на президентские выборы в США, допускают эксперты. «Цивилизованные страны, которые являются нашими партнерами, союзниками, должны всячески демонстрировать, именно публично демонстрировать, что эти страшилки, пугалки Кремля не действуют. Соответственно, я очень ожидаю, что в связи с, ну, когда окончатся президентские выборы, тогда публично будут заявлены о поддержке, возможности, разрешении всех, которые необходимы для дальнобойной американской и натовского оружия, чтобы бить по любой территории, по которой диктуют реальные войны». Несмотря на агрессивную риторику Москвы, аналитики Американского института изучения войны считают, что Кремль не рискнет использовать свой ядерный арсенал. По их мнению, угрозы Москвы направлены на сдерживание западной помощи Украине. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов, для телеканала Freedom.